всем привет всем доброе утро юля уже хорошо себя чувствует ну как хорошо конечно хорошо мне не было никого коронавируса в комментариях удовлетворительно да перестаньте писать всякую чушь мы же вам сразу сказали что у юли просто была простуда и и продула до температура была один день да это минимальная вообще 38 юля быстренько выпила лекарства и все вчера отлежалась она весь день практически не вставала не был невозможно сбить температуру она сбивается на час и все не надо писать что у меня коронавирус что за бред прям уже нельзя просто простыть и заболеть как будто сейчас другие болезни не существует я устала вчера блин меня там по всякому и обратись к врачу срочно ты всех заразила ладно только не ходила я вообще в шоке да ладно не напрягайся да ужас как с ума все посходили сегодня мы скорее всего будем дома сидеть никуда не поедем никуда не пойдем но это у нас как всегда каждый день и дни те же планы сидеть дома никуда не ходить ему все равно с папой куда-нибудь обязательно идем я знаю куда мы с папой пойдем сходим мы пойдем сходим воды наберем к церкви обязательно у нас водичка кончилась и юля хочет что-нибудь вкусненькое лёша у нас есть мясо я говорю есть мясо я хочу чего-нибудь мяско вот хочу с гречкой например хочу мяско или с картошечкой я буду готовить сама она сказала что будет готовиться я думаю что мы сделаем следующим образом готовить буду я под чутким руководством юрий да нафиг надо я не буду так вообще ты мне просто не даешь возможности чтобы я что-то сама сделала когда у меня есть желание делай сам тогда и мнение я тогда не буду я мясо я мяско тебе покажу достану разморозишься мои дым не размозить я сама могу сделать если я захочу ну все давай дожила без тебя блин по два по три месяца ничего с голоду не умерла слушать если настроение плохое почитаешь комментарии ты не читай ты не читай зачем ты читаешь потому что обвиняет меня во всех смертных грехах блин уже устала блокировать ребят научу учеток юлю мне обижает это успокойтесь давайте а то вот так вот не это настроение на весь день вот так теперь будет давайте там в нее обижать и вы меня теперь огорчаете не делайте так больше пожалуйста так что говядина покупал котлетки заморозил вот индейка вот индейку юля пусть и приготовить еще есть рыба курица сало еще индейка и еще индейка люблю я очень индейку я поставил воду на морс юля поставила воду на что на яйца и на морковку сказала что будет сегодня варить готовить жарить парить я не знаю посмотрим что из этого будет отлично ты уверена и по телефону болтаю ты с мамой разговариваешь ты хоть ее пригласи на дегустацию это своего воскресного ради такого события синди привели с прогулки и что вы думаете легла возле дверей и лежит и орет просит еще гулять да синий папа хватит погуляла и хватит все до хорошего вот такой у меня будет чай-компот красивый насыщенный получится обалденный врачи рекомендуют период вот этого вируса пить побольше вот компотов есть фрукты обязательно ну ладно хорошо я не буду подглядывать я сейчас пойду воды на дырок в церкви и изгоняя в пятеру куплю полотенце бумажные сахар бананы сахар бананы ягоды короче не есть чем заняться занимайся твоя готовка тогда а юля жарит парит а я поехал за водичкой съезжу в магазинчик я подъехал к церкви воды набрать я вот думаю тяните наверное схожу машин много у пятерочки шиномонтажка работает все работает пятера работает в штатном режиме все нормально народу дофига люди похоже затариваются чтобы думать сидеться вот эту неделю карантинную не знаю посмотрим что будет на неделе на этой карантинной а я еду домой такие вот у нас домики с другой стороны красивые у людей цены здесь конечно обалденные вот здесь обычные жилые дома то есть многоквартирные вот трехэтажные люди уже здесь живут а с этой стороны вот такие домики коттеджики сейчас я сверну покажу вам какие здесь квартирки точнее не квартирки а домики вот такие домики здесь в продаже очень много здесь квартир люди уже живут заезжают детские площадки в каждом дворе и здесь смотрите вот с улицы до получается парадные а внутри во дворе машину уже никак не заедут во двор то есть закрытые такие дворы и детей можно смело отпускать и не бояться что они выбегут на улицу а им со двора то в принципе не надо будет никуда уходить очень классно придумано но мне по крайней мере нравится вот вот так вот что сделано вот видите вот парадная например заходят люди и все и пошли по подъезду по своим квартирам объявления продажи конечно много все это тоже относится к немецкой деревне все к той же школе к тому же детскому садику здесь тоже очень много коттеджей домов построен это по моему то ли италия то ли португалия не знаю в общем это уже следующее после нас нарезка идет очень много здесь тоже домов квартир вот этих очень много продается вот в этих трехэтажных домиков но надо смотреть конечно на качество отделки надо выяснить какие строительные материалы здесь применялись это конечно все надо смотреть перед покупкой ой как вкусно пахнет ты компотик то выключила как нет блин юль ну ты посмотри сколько воды выкипела у компота вот вообще ужас все есть у меня для курицы приправы вот пожалуйста приправа для индейки возьми курицы используем с компотом конечно как класс вообще у нас выкипела половину воды ужас а это что такое такие можно было отдельно приготовить нам отдельно мы же купили чтобы очень вкусную гречку с томатами там так я купил полотенце бумажные домой мистер бик вот этих больших нету купил майонез майонеза там чуть-чуть совсем немножко юля бы сейчас если бы я не купил сказала бы лёша есть за майонезом она потому что даже не знает есть у нас на и нас нет у нас вот такую смесь компотную взял компотики надо обязательно варить компотики обязательно надо пить пока сидите на карантине что еще мяско вот такая шейка соль и салфетки и колбаску вязаньку за синди перестала спать со мной ну как со мной в одной комнате на у себя на лежаночке спит теперь у алисы в комнате в игровой вот в этом креселке такая жопка вообще до синячка мне завтра надо ехать к стоматологу я не знаю что делать ехать или нет ехать-то реально надо потому что я уже не был там почти месяц у стоматолога не надо поменять вот эти мои дуги короче резинки тому все остальное я не знаю а еще самое интересное мой стоматолог так долго отсутствовал потому что уезжала отдыхать в Таиланд и когда она прилетела из Таиланда она была на двухнедельном карантине весело да 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 вот и я тоже думаю как весело не знаю что деваться то некуда я конечно поеду по-любому придется ехать такие дела пошли юля позвала нас покушать пойдем посмотрим что там она намутила у нее кстати это индейка пригорела чувствуешь горелым пахнет так я окно открыл она даже окна здравствуйте ресторан жареная индейка проходите присаживайтесь давайте давайте салатика еще хорошо не до перец все услышали как я сказал не до соль не до перец и дайте давай хохотать там в комментариях надо пробовать юля тут многие возмущаются что пригорело нет я попробовал самый вкус вот по моему это очень вкусно да так что в этой семье готовят все и кто с голоду как многие говорят здесь не помрет если нужно приготовить юля если нужно алёша так что все у них хоккей не каждый занимается своим делом вот так ну чё ж приятного всем аппетита так давайте пробовать давайте пробовать начнем салатом теперь будешь каждый день готовить а мы с папой будем чем другим заниматься я же такой прямой человек я всю правду скажу так что извините кашку покушать деда кашу не ест но ради тебя смотри деда кашу даже ест раз сварили поэтому давай кушать татьяна викторовна анатолий григорьевич кушает каши ну как тебе смыто надо вкусно нелегко было тебе да сегодня у ребят ну хотите верьте хотите нет ну реально было все вкусно да я объелся вкусно я объелся честное слово я такая же фигня я правда вам не верю не реально я тебе серьезно я вот тогда вечером не будут тебе сало делать заказ у вас да окей чем заняться на карантине мы с папой кинчики смотрим вот такие вот сидите дома смотрите комедии не распраивайте без себя всякими плохими фильмами всем пока пока удачки ребятки